Приветствую всех, кто сегодня собрался, кто к нам присоединился с самого начала или чуть-чуть попозже и тех, кто будет смотреть нас в записи. И, коллеги, сегодня у нас с вами предстоит небольшой экскурс в подстрочные затекстовые ссылки, которые мы используем для оформления письменных работ, статей и ВКР. Собственно говоря, мы очень подробно эту тему разбирали в начале года, в октябре-ноябре. У нас прошла прям серия вебинаров по этим темам, но в конце учебного года неплохо бы вспомнить то, что мы с вами проходили. И так как сейчас самая горячая пора, как раз идет оформление этих самых работ, срочное написание статей, ВКР и прочих исследований. Сразу, коллеги, отвечу на вопрос, будет ли презентация по презентации. Презентация сегодня не предусмотрена на выдачу, скажем так, но я вам даю ссылку, где эта презентация выложена. Она выложена на нашем сайте библиограмм. Вот эта ссылочка. Ссылочку забирайте. Там презентация выложена, ее можно будет смотреть в том формате, в котором она представлена на вебинаре. Поэтому в любой момент к ней можно будет обратиться, если что-то необходимо, там всегда можно будет посмотреть. Там она представлена. Так что ссылку забирайте. Ну и ссылку на наш сайт тоже сразу дам. Там много интересного тоже есть. Тоже забирайте. Это такой специальный сайт для небиблиографов. Очень просто. Библиотека-навигатор, скажем так. Ссылку на презентацию я в конце нашей встречи вам еще раз повторю, поэтому не волнуйтесь. И переходя к нашим ссылкам, к нашей теме. Сегодня у нас будет такой небольшой экскурс в основной вид ссылок, который используется при оформлении письменных работ, ВКР, курсовых проектов, в статьях тоже. Чаще всего мы сталкиваемся с подстрочными и затекстовыми ссылками. Поэтому в основном мы сегодня про них и поговорим, про нюансы и особенности оформления. Конечно, все охватить за час мы с вами не успеем, но вот на нашем сайте там есть такой раздел «Видеотека», и там собран плейлист всех вебинаров, которые я, может быть, сегодня тоже буду упоминать. Поэтому можно будет там найти и посмотреть более подробно, да, если вопросы какие-то заинтересуют. Ну, а мы с вами идем дальше. У нас сегодня с вами три вопроса. Классификации ссылок мы все равно вспомним и обратимся еще раз, потому что это вопрос важный, без него никак. И два вопроса по затекстовым и по подстрочным ссылкам вспомним и свяжем в памяти, как это делается. Ну, может быть, для кого-то это будет и новая информация. Ну, и напоминаю, что наш цикл вебинаров, в котором, в рамках которого мы с вами встречаемся, это библиография для небиблиографов. Поэтому мы разбираем в основном те вопросы, с которыми сталкиваются не специалисты. И очень глубоко, там, какие-то профессиональные дебри, мы не уходим. Это вот специально для тех специалистов, библиотекарей и библиографов, кто сегодня, возможно, у нас есть на вебинаре. По какому ГОСТу? Вот когда мы говорим об оформлении ссылок, коллеги, самое важное понимать, по какому ГОСТу мы работаем. Это важно, в первую очередь, для составителей методических рекомендаций, потому что то, с чем сталкиваются студенты или учащиеся, в первую очередь, это методичка или требования к оформлению работ, списка, ссылок и так далее. То есть то, что прописываем мы сами. А это уже наша задача – выбрать из ГОСТов то, что необходимо, и представить это в таком нашем стиле, да, библиография для небиблиографов, чтобы это было понятно. И можно было бы использовать в работе и студентам, учащимся магистрам, и научным руководителям, которым потом все это еще, что делают студенты в своих работах, еще и проверять, да, и давать какую-то оценку. Поэтому очень важно сразу понимать, о каком ГОСТе идет речь, когда мы говорим об оформлении ссылок. У нас только один ГОСТ пока для оформления ссылок. Это ГОСТ Р705-2008, или сокращенно мы говорим ГОСТ-2008, библиографическая ссылка, общие требования, правила составления. ГОСТ-2018 года – это ГОСТ-библиографическая запись и библиографическое описание. Он идет не для ссылок, он идет и используется для оформления списка источников. Вот та самая использованная литература, которую мы списком даем в конце нашей работы. Вот этот список оформляется по ГОСТу-2018. А ссылки, которые мы даем к нашим текстам, они оформляются по ГОСТу-2008. Поэтому вот этот момент очень важно учитывать. Ну, там есть один нюанс, о котором чуть позже расскажу про затекстовые ссылки. Поэтому, когда вы пользуетесь какими-то сторонними сервисами, ресурсами, генераторами, а они сейчас начали появляться, обращайте внимание, написано ли там, на основе какого ГОСТа они формируют эти описания. Это очень важно, потому что хватаем первого попавшегося, потом оказывается, что мы сделали не то, мы сделали библиографическое описание вместо оформления ссылки. В названии может стоять все, что угодно. Вам напишут, что это ссылка, но обращайте внимание, на основе какого ГОСТа делается это описание. Вот это тоже очень важный момент, поэтому на нем немножко так подольше мы с вами остановились. Ну и объекты библиографической ссылки, это то, что прописано в ГОСТе, все виды опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях. И сейчас очень много у нас идет информации в электронном виде, мы берем из сети интернет, пользуемся базами данных, локальными ресурсами электронными. Вот это вот все тоже подпадает под действия этого ГОСТа. На них тоже мы даем ссылку и потом делаем библиографическое описание. Или наоборот. Сначала описание, а потом делаем ссылку из описания, сделать вообще-то попроще, чем наоборот. И ссылку даем обязательно как на весь ресурс целиком, так и на составную часть ресурса или документа. Отдельные части книг. Чаще всего мы столкнемся вот с этим вариантом. Это статьи в периодических изданиях и сборниках. Чаще всего, да, и какие-то фрагменты из электронных ресурсов. И есть прямое заимствование, есть цитирование, да, вот это вот цитаты, на цитаты обязательно даем ссылки. И есть еще косвенное заимствование, когда мы своими словами излагаем то, что мы прочитали где-то в источниках. Вот в этом случае мы тоже сдаем ссылку, оформляем на вот это вот непрямое заимствование, да, на косвенное заимствование. То есть пересказать своими словами теорию Эйнштейна или Выгудского и сказать, что это мое, мы не имеем права. Мы должны обязательно оформить ссылку, тем более при проверке на антиплагиат это все равно всплывет. Поэтому лучше перестраховаться, лучше перечем не до. Поставьте обязательно ссылку. Ольга спрашивает оформление ссылок на электронные ресурсы. Да, немножко мы этот вопрос сегодня затронем. Там очень большая тема. У нас было даже два вебинара, вот в ноябре прошло, электронные ресурсы. И отдельно у нас были еще новые виды ресурсов электронных, которые появляются. Это мультимедийные ресурсы, онлайн-курс целиком, отдельный урок или фрагмент из онлайн-курса, подкасты, аудиокниги, что у нас там еще было. В курсе мы разбирали статьи из блогов, комментарии в соцсетях, посты в соцсетях. Но вот это мы уже разбирали на курсе. Но в вебинаре мы, по-моему, тоже кратко это затрагивали. Видеофрагменты, видеолекции, ролики с Ютьюба. То есть вот там более подробно рассмотрено. Я вам еще покажу, где это можно будет найти. Но про некоторые особенности мы сегодня некоторые моменты, конечно, рассмотрим. И восемь важных моментов, которые важно знать при оформлении ссылки, на какой бы ресурс мы ее не делали. Вот это восемь важных моментов для небиблиографа. Ну, конечно, их может быть еще дополнить этот список, вы можете уже самостоятельно. Ну, вот самое основное, от чего оттолкнуться. На все виды заимствования обязательно даем ссылки от соблюдения авторского права и ваша подстраховка при проверке, при определении процента оригинальности текста и проверки на антиплагиат. На каждый источник из списка литературы или из пристатейной библиографии, если мы говорим о статьях, в тексте работы обязательно должна быть дана хотя бы одна ссылка. Вот это тоже важный момент. Потому что мы не можем дать ссылку на источник, которого нет в списке, или включить в источник, в список источник, на который мы хотя бы один раз не сослались. Маленькая есть хитрость. Так называемые комплексные ссылки. Вот сегодня тоже посмотрим, как они выглядят. Это тоже хороший такой момент, увеличить список источников, но в реальности мы же не все. 35 или 40 источников прям вот так плотненько в своей работе, в свою работу включаем. С некоторыми из них мы знакомились чисто в таком обзорном плане. Есть такой раздел – обзор литературы по теме, либо отражение научной степени разработанности темы или вопроса, на которые мы пишем. Обычно это пишется в введении, в дипломных проектах, в ИКР, в диссертационных исследованиях обязательно. Знакомая такая вещь. И где мы пишем, что данную тему в таком-то аспекте рассматривали такие-то авторы, и даем ссылки на работы этих авторов. Вот эти работы мы включаем в список источников. Дальше они у нас в нашем исследовании могут уже и не всплывать. Мы просто изучили, насколько разработана тематика и кто в каком аспекте ее рассматривал. Но один раз они уже в нашей работе прозвучали, мы на них дали ссылку, и мы с полным правом включаем их в список источников. То есть есть вот такая вот маленькая вещь. Либо по ходу мы делаем замечания, рассматриваем, более подробно разбираем один или два источника в каком-то кусочке, в параграфе нашей работы и с ними дискутируем или соглашаемся и более подробно их используем. Но еще этот вопрос нашел свое подтверждение или противоположную точку зрения высказывали такие-то авторы. Мы это упоминаем в тексте, на них даем ссылку либо подстрочную, либо затекстовую, и тоже можем включить их в наш список источников. То есть мы показываем, что мы с этими работами знакомы, мы сейчас на них подробно останавливаться не будем, но вот эту вот связку, ссылка и пункт в списке источников мы соблюли, да, формальности соблюдены. То есть вот такой вот вариант тоже есть. Виды заимствований. Прямое косве на этом уже с вами говорили, обязательно и на то, и на другое мы даем, указываем ссылки. Вместо знака точка тире, который используется в библиографических описаниях и записях, используется знак точка. Это как допущение изложено в гости, но и традиционно чаще всего так замена и происходит. Можно ли оставить точку тире? А это как написано в ваших методических рекомендациях, и как это обозначено в образцах, которые обязательно к методичкам прикладываются. Чаще всего, вот сколько мне попадалось, везде идет замена знака точка тире на точку. Но бывают исключения, где остается знака точка тире. Поэтому здесь с методичкой обязательно нужно сверяться, потому что по ГОСТу это правило записано не как правило жесткое, заменить и все, как допускается, как допущение. Но оно принято уже, традиционно так сложилось, как такое жесткое правило. Сокращения допускаются, но в основных заглавиях и в заглавиях идентифицирующих ресурсов не допускаются. Вообще в ГОСТе, ГОСТ 2008, он тесно связан с ГОСТом по библиографической записи и описанию 18-й особенно. И в этом ГОСТе взят курс на минимизацию сокращений. Поэтому при оформлении ссылок, которые сейчас у нас к новому ГОСТу уже будут относиться, старайтесь не сокращать. Ну и в методичках тоже не стоит, наверное, перебарщивать с большим количеством сокращений. Потому что потом нам эти сокращения надо проверять еще по ГОСТам сокращения русских слов, по ГОСТам сокращения слов иностранного языка. Ну и просто лишняя работа. Легче написать полностью, чем проверять потом, правильно ли мы сократили и везде ли у нас одинаково. Прошло сокращение. Вместо сведений об объеме, там, где мы пишем в области физической характеристики, например, в описании приводим количество страниц, здесь указывается место положения объекта ссылки. Но хотя тоже есть разные варианты, как можно указать страницы, мы их тоже посмотрим. Заголовок – очень важный пункт. В заголовке приводятся три автора. Есть один, два или три. Если авторов больше, то описание, ссылка оформляется под заголовем. Авторы у нас уходят в сведения об ответственности. Есть ли авторов один, два или три, в заголовке указываем всех. Сведения, соответственно, есть следующий пункт, который тоже иногда не учитывается при оформлении ссылок. Сведения, заголовка. Если мы указали фамилию одного, двух или трех авторов в заголовке, в сведениях об ответственности мы можем их не повторять. То есть здесь мы вот эту закосую чертой, вот эту часть можем опускать. То, чего нет в оформлении библиографической записи или описания. Это первые сведения об ответственности, и они указываются всегда, это обязательный элемент. Вот там мы это будем прописывать, а в ссылке мы их можем опустить, если они у нас указаны в заголовке. И квадратные скобки для информации не из предписанного источника мы можем не использовать. То есть квадратные скобки можно не ставить, можно писать просто без них. без сокращения влияет на результаты антиплагиата. С антиплагиатом, это, коллеги, вообще отдельная песня, это отдельная история. Может, да, может влиять, но опять же, список литературы, по-моему, можно вообще просто включать текст без списка, без титулного листа, потому что если вы титулный лист загрузите, у вас там, да, он посчитает. Там есть свои нюансы, есть свои особенности при проверке на антиплагиат, и первый машинный этап, даже вот сами разработчики антиплагиата, у нас была серия вебинаров, и курсы они проводили как раз для тех, кто проверяет на антиплагиат работы. И они просто из раза в раз повторяют одну вещь, что первая автомашинная проверка – это не окончательный результат. То есть должна идти еще вторая проверка ручками эксперта или научного руководителя, или кто, да, проверяет эту работу студента или учащегося на антиплагиат, где мы можем внести свои коррективы, и вот это вот убрать, да, снять галочки и пересчитать процент оригинальности текста, если есть подтверждение, есть ссылки, они правильно оформлены, но вот этот второй этап почему-то всегда игнорируется, а это не совсем правильно, вернее, совсем неправильно. Поэтому пишем как положено, а вот с проверкой приходится заниматься очень серьезно. Но мы сейчас не про антиплагиат, а больше про ссылки. Откуда берем, что является предписанным источником, и откуда мы берем вообще информацию для оформления наших ссылок? Да, ровно практически оттуда же, откуда мы берем и информацию для составления библиографической записи или описания. Для библиографической записи, описаний и для ссылок мы ищем. В первую очередь, это титульный лист, под это понятие теперь подпадает титульная страница и оборот титульного листа. Вот это все вместе теперь считается титульным листом, уже как бы закреплено, еще раз подтверждено, и все, что мы берем с оборота титульного листа, мы указываем уже без квадратных скобок. Обложка, да. Выпускные, надвыпускные данные – это то, что приводится в конце книги. Иногда информацию мы можем получить оттуда, там, где типография отпечатана, тоже смотрите, если, например, на титульном листе не указано место издания или издательства, мы их можем найти там. Оглавление содержания, да, в части, опять же, тех же самых страниц, например. Текст, сам текст, особенно если мы работаем со статьями, тоже необходим, но для ссылок-то уж обязательно. И сведения из макета каталожной карточки. При разночтениях предпочтение отдается сведениям, изложенным на титульном листе, в первую очередь. Ну и макет каталожной карточки – это вот то, что мы видим на обороте титульного листа. Да, вот он выделен. Вот отсюда мы тоже берем информацию. Как для библиографического описания записи, так и для ссылок мы отсюда основную информацию тоже можем получить. Вообще, очень удобный вариант, такой лайфхак, когда мы делаем сначала библиографическое описание, а из него уже делаем первичную полную ссылку, а из нее уже повторную ссылку. То есть по методу сокращения убрать лишнее, оно гораздо проще и легче, чем написать дополнительно или писать заново. Поэтому вот такой студент у меня делали такой лайфхак, они делали библиографическое описание на источник, табличку из трех колонок, да, и рядышком полную ссылку, и дальше сокращенную ссылку. Оставалось только вставить номера страниц. То есть уже все готово. Ну и дальше просто по работе расставляешь, и нужные номера страниц вставляешь. Ну, можно как-то и по-другому это сделать, придумать, да, но вот сам такой вот ход достаточно интересный. Он говорит, да, немножко может быть и подлиннее, но гораздо меньше времени уходит на составление написания вот этих вот формальных вещей. И, естественно, у многих студентов, преподавателей, не библиографов, часто возникает вопрос, чувство, а зачем мне все эти ГОСТы, правила, это же не все еще ГОСТы, которыми мы пользуемся. Вот взял генератор, ввел данные, да, и оп, сразу готовое описание или ссылка. На самом деле, да, генераторы способны значительно облегчить нашу участь, но решить проблему оформления ссылок или списка источников полностью, они, к сожалению, не в состоянии. Да, и у нас есть два способа и третий путь, как справиться с этой задачей. Либо мы делаем самостоятельно используя методичку и необходимые ГОСТы, но в первую очередь те, которые нам необходимы для ссылок 2008. Либо мы вот так вот доверяем полностью решение задачи генератора. И при том, и при другом способе есть свои плюсы, есть свои минусы. И, как всегда, третий путь, да, самый, наверное, правильный, это пользоваться генераторами для простых случаев, но проверять по ГОСТам и методичке. А вот сложные случаи, которых нет в генераторах, придется делать самостоятельно, потому что, поэтому все равно от ГОСТов и методичек, от методических рекомендаций, от понимания того, что мы делаем, от знания хотя бы элементарной структуры следования областей и элементов, что их нельзя менять местами и написать так, как мне хочется. Есть правила, они рекламентированы. И вот без знания этих правил даже генератор нам в этом деле не поможет, к сожалению. И, коллеги, напишите мне, пожалуйста, в чат, знаете ли вы, пользуетесь ли вы какими-то генераторами отечественным, по отечественным ГОСТам для оформления ссылок или оформления библиографических описаний. Нас интересуют только отечественные ГОСТы. По «если есть», то напишите, какими, если есть ссылка или название. Если не пользуетесь, напишите, что нет. Так вот, смотрю, у нас нет, нет. Все делают самостоятельно, ГОСТами, генераторами не пользуются. А хотелось бы. Вопрос второй. А хотелось бы сократить. Нет, это ответ на вопрос «Хотелось бы упростить себе жизнь?» Или это к предыдущему вопросу? Да, поговорили, называется. Конечно, хотелось бы упростить свое... Хотелось бы, хотя очень хотелось бы. Тогда сочетать. Вот, Ольга, спасибо большое. Коллеги, сочетать. По зарубежным стилям генераторов достаточно много. Часть из них мы уже смотрели. Сейчас за лето еще буду проверять, кто остался в живых, а кто закрыл нам доступ к их богатствам. Но даже там по каждому стилю есть свой генератор. Но даже там пишется предупреждение, что любой результат... Почему я обратила внимание на слова Ольги? Любой полученный результат сверяйте с требованиями ваших методических рекомендаций. Обязательно требуется форматирование и так далее. Даже в библиотечных менеджерах, там, Менделей, например, кто, Затера, да, там тоже самое идет предупреждение. Обязательно сверяйтесь с требованиями, обязательно сверяйтесь с методичками, в нашем случае с ГОСТами. По российским ГОСТам зарубежные генераторы нам не в помощь. Они в помощь... Очень хорошо сделаны есть вещи, да. Они помогают вот при оформлении референсов к статьям. Вот эта зарубежная часть, где все надо писать на иностранном языке. Но, опять же, полностью доверять им не следует. Мы можем сделать общую, как бы, конвой описания, а потом сверить с тем, что есть в наших мануалах или методичках. Или, в крайнем случае, воспользоваться тем генератором, ссылка на который есть на сайте самого издания научного. Они иногда публикуют такие вещи, что вы можете воспользоваться вот таким-то генератором. И тогда мы пользуемся только им. То же самое с транслитерацией. Они иногда рекомендуют какие-то вещи, и тогда мы пользуемся только ими. Про генераторы. Сейчас я вам покажу две вещи, к которым очень часто прибегают студенты. Может быть, и вам тоже пригодится, но вот посмотрите, какие у них есть плюсы и минусы, чтобы для вас это не было неожиданностью. Если вдруг вам принесут работу, и вы схватитесь за голову, что, собственно говоря, вы делали. Вот я вам сейчас прям вживую очень кратко покажу такие вещи. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, плюсиком или огонечком, видно ли страницу сайта, вот такой серенький с черненьким. Оформление ссылок написано. Ага, отлично. Ну вот, смотрите. Недавно появился такой генератор, по-моему, молодой ученый, журнал. Называется «Оформление библиографических ссылок». Вроде бы, ура, зачем нам вообще вебинары, эти госты, мы вот сейчас, ух, и все. И ссылки там оформили. Многие начали им пользоваться. Но сразу. Коллеги, если у кого-то не видно в записи, в записи демонстрация рабочего стола будет, не волнуйтесь, можно попробовать зайти с другого браузера в вебинар, либо Яндекс, либо Google Chrome. И с мобильных устройств, к сожалению, не всегда, не у всех подтягивает из-за стабильности интернета либо возможности устройства. Поэтому не расстраивайтесь, в записи это обязательно будет. И ссылки я вам в чат тоже дам посмотреть. Пользоваться очень осторожно. Первое, что мы видим? Оформление библиографических ссылок. А вот дальше посмотрите. ГОСТ 2018. Коллеги, разве это оформление библиографической ссылки? Это оформление библиографической записи и описания. Вот первый нюанс. То есть вот то, что мы делаем, в подстрочную ссылку вставлять нельзя категорически. Дальше. Вроде бы красиво. Тип источника. Книга, статья из журнала, из сборника, диссертация, интернет-ресурс. Вау, сейчас мы как все и оформим. Но смотрите, по интернет-ресурсу. Что здесь есть? Только страница веб-сайта. А у нас есть печатный источник, имеющий электронную версию, электронный журнал. Это не веб-сайт. Они немножко по-другому оформляются. Это у нас может быть фрагмент видеолекции. У нас может быть видеолекция целиком. Мы можем ссылаться на какой-нибудь мультимедийный подкаст. Например, как на сайте Трейде можно делать презентация. То есть есть картинка, есть текст, как бы конспект к этой презентации, есть аудиодорожка, озвучка этого текста. Это мультимедийный ресурс. На него описание делается совсем не так, как на страницу из веб-сайта. То есть большинства электронных ресурсов здесь нет. Здесь только очень сильно урезанный в ряд. И дальше. Копировать библиографическую ссылку, коллеги. Сразу обратите внимание. Если вы составляете библиографическую запись или описание, еще как-то воспользоваться этим можно. Но это не ссылка. Ссылку эту, пожалуйста, не вставляйте, если только у вас нет оформления по ГОСТу 2018. За текстовых ссылках такое может быть. Но это не ссылка. Это будет немножко другой вид. И про него тоже сейчас скажу. Но вот для... Опять же, смотрите, на основе какого ГОСТа делается описание. Ну и много нюансов здесь по самому генератору. Мы вводим фамилию инициалы. Ну вот. Например, вот так. Заголовок статьи. Очень хорошая статья. Вот посмотрим, как он работает. Ну и название сборника. И вот смотрите, уже сразу. Пример. Сейчас попробую сделать покрупнее. Вот смотрите. Пример. Философия и мы. То есть это заглавие сборника предлагается писать в кавычках. Но это сведения, относящиеся к сведениям об идентифицирующем ресурсе. И в этом случае мы в заглаве в кавычки не ставим. На заглаве не пишем в кавычки. Так же, как и основное заглавие мы никогда не ставим в кавычки. Материалы международной конференции. Все. Двоеточие. То есть вот это у нас уже пошли сведения, относящиеся к заглаве. Но для сборников конференции здесь тоже они немножко не так оформляются. Место даты проведения конференции мы тоже записываем сведения, относящиеся к заглаве. Какой конференции? То есть здесь мы можем... И вот смотрите. Сборник материалов. А если у нас просто сборник материалов и нет общего заглавия этого сборника, то как написать? Ну пусть у нас будет вот так. Инновации, сборник материалов, конференции. Научные конференции. Все. Вот мы написали. Город. Москва. Издательство. Издательство. Год издания. Ну пусть будет 2021. И страницы 12-23. Вот. Мы написали. Вот смотрите. Он нам вроде бы формирует описание. Вроде бы все замечательно и прекрасно. Но смотрите. В любом генераторе есть такая вещь. Что ввел, то и получил. Во-первых. Он нам выводит сведения. Это не ссылка. Это библиографическое описание. Поэтому он будет выводить первые сведения об авторе. Обязательно. Увидели. В ссылке мы этого не делаем. Второе. В ссылках мы не ставим запятую после фамилии. В описании. В библиографической записи ставим. Он нам выводит текст непосредственный. Это прекрасно и замечательно. Но даже для списка источников, даже по ГОС 2018, есть такое правило. Если у нас основной массив информации, основной массив нашего списка – это печатные издания, то текст непосредственный мы можем не писать. Мы этого не пишем. Мы пишем вот этот вид содержания и средства доступа только текст непосредственный, текст электронный. Мы пишем только для ресурсов, находящихся в меньшинстве. Такое правило меньшинства. Электронных источников у нас меньше. Вот для них мы и, чтобы их отделить, что это не печатный, а электронный источник. Вот для них это указывается. Если их большинство, то в этом случае мы не пишем. Значит, это нам нужно будет тоже форматировать. Инновации, сборник. Видите, мы написали с маленькой буквы. Он пишет с маленькой буквы. Все правильно. Материалов научной конференции. Вот сюда еще требуется в конце дописать дата, место проведения, дата проведения конференции. Почему? Потому что место издания может отличаться от места проведения конференции. Но провели в одном месте, а издали там, где было подешевле или более подходящий вариант. Не всегда совпадает место проведения конференции с местом издания. Хотя по большей части да, но может быть, а здесь это не предусмотрено. То есть мы должны сами вот сюда ручками вспомнить и дописать, какой конференции еще правильно это оформить. Либо через битую, либо через в круглых скобках. Опять посмотреть по ГОСТу 2018, как это указывается. Год, страницы. Да, вот это для библиографической записи хорошо проведено. Но уже увидели, что даже для библиографической записи у нас есть вопросы. Книга. То есть для таких вот простых случаев подойдет. Но опять же, если мы знаем структуру библиографического описания и можем увидеть, где чего нужно поменять. По книге. Здесь тоже очень ограниченный сервис. Только для книги. А если у нас отдельный том из многотомного собрания, например, здесь этого мы сделать уже не сможем. Здесь это не предусмотрено. Дальше. А если у нас это, например, комплектный ресурс. Или комбинированный ресурс. Книга и диск. Или книга и электронные тесты. Что-то. Знаете, такие комплекты есть. Здесь мы этого не оформим. Они с нюансами оформляются. Отдельный том из многотомного издания мы здесь тоже не оформим. А если у нас несколько городов или несколько издательств, несколько мест издания, как это сделать, мы в описании это отражаем. Опять же, нам придется смотреть по ГОСТу 2018. Все равно делать ручками. Но для простого примера это может быть нам и подойти. Но опять же, а если это выходит в какой-то серии книга, серийное издание, нужно указывать серию. Где это? А этого нет. А если нам надо указать еще... Выходит без авторов под заглавием. Тогда мы указываем в сведениях об ответственности. Редактор, главный редактор под редакцией. И так далее. Автор-составитель. То же самое. Он может не указываться в заголовке в сведениях об ответственности. Он не автор. Но в сведениях об ответственности мы это указываем. Указываем его должность, в которой он принимал работу над этой книгой. То есть вот этих нюансов, их здесь нет. Это придется самим ручками делать. Ну вот такие вот нюансы есть по этому сервису. И самое главное, это не библиографическая ссылка. Это библиографическая запись или библиографическое описание. По ссылкам. Есть вот такой ресурс, которым очень часто тоже пользовались-пользовались. Сноска инфо. Он как раз для ссылок. Но вот сейчас у меня, например, не получилось открыть вообще всю историю этого сервиса. На главной странице, о которой вот видеоинструкции тоже предлагается перейти, сноскаинфо.ру, открывается вот такая табличка и все. Перейти к самому вот этому генератору получилось, но опять обратите внимание, для иностранных ссылок. Вот в адресной строке, вот он написал нам автоматизированное оформление сносок из списка литературы иностранные ссылки. Все. И если мы пытаемся оформить ссылку по этому генератору вот на этой страничке, он нам выдает вот такую историю. Видите, оформление идет скорее по стилю автор дата. Это зарубежный международный стиль. Гарвард, ЭПИ и еще кто-то из них. Автор дата. Совсем не так, как пишем мы. И еще не переводит выпуск и страницы. Они должны быть указаны. И вообще структура абсолютно другая. Не наша структура, не по ГОСТу 2008 абсолютно. Вот получается такой результат. Либо вот на главной странице то, что рекомендуется открыть. Раньше здесь сразу открывался генератор, а теперь открывается вот такая вот табличка и все, и пустое поле. То, что указано в видеоинструкции, а как перейти, а непонятно. То есть здесь тоже очень много непонятностей. То ли они его переделывают, то ли не знаю что. Ну вот такая вот история, коллеги, с генераторами по отечественным ГОСТам, скажем так. По зарубежным, Затеры другие, они тоже предлагают по ГОСТам делать описания или ссылки. Но смотрите внимательно, там та же самая история. Лучше наших библиографов и библиотекарей, и лучше некоторых наших научных руководителей, и иногда даже студентов ГОСТа не знает никто. Потому что это не их родные ГОСТы. Они вот по своим стилям специализируются. Поэтому здесь тоже очень осторожно. И в этом случае нам как раз вот третий путь будет и в помощь. Когда я знаю, что исправить в полученном варианте, я могу это сделать. Если я не знаю, и для меня это темный лес, ни один генератор в помощь нам не будет. А для этого нам важно понимать, какую ссылку мы делаем. Немножко вспомним про классификацию ссылок. По месторасположению они могут быть подстрочные. Размещаются внизу страницы, делается сноска и приводятся данные. Причем данные записываются в краткой форме. Без точки тире, без запятой после фамилии. Автор, заголовок, заглавие. Сведения, относящиеся к заглавию, если это необходимо. И, например, у нас есть еще в списке литературы, например, тоже источник, библиографическая ссылка, но там учебник или монография. Название, когда совпадает, особенно если это еще один и тот же автор, то сведения, относящиеся к заглавию, уточнить, что это такое нужно, на что мы ссылаемся. Место издания, год из страницы, либо страница, либо погенация страниц. Внутритекстовая располагается внутри текста после цитаты или заимствования в круглых скобках, пишется тем же самым шрифтом и, по сути, то же самое повторяет основные сведения, так как мы делали и в подстрочной ссылке. Подстрочная оформляется, шрифт, как правило, делается меньше. Если у нас 14 идет по всему тексту, то здесь рекомендовано обычно 10, но я видела в методичках прописывают 12, чтобы преподавателям, научным руководителям не сломать глаза на 10 шрифте, проверяя сноски. Иногда делают 12 шрифт, но, опять же, смотрите в методичке. Допустимо. И за текстовая ссылка, знакомая всем нам по статьям, отсылка либо так, либо так, пишется внутри текста, и выноска вот сюда. Тоже краткая информация записывается. Может быть так, информация может быть в более расширенном виде. Это для ссылок. В списке источников мы будем дописывать и СБН, и серия, и сведения об ответственности, и много-много-много чего еще. Да, сейчас покажу хитрость. Там Ирина есть такая, за текстами связанная. Вот почему вот этот генератор, который мы смотрели, там указан ГОС-2018. Я так логическим путем догадываюсь, почему. Да, сейчас покажу. По повторяемости и по полноте описания. Ссылка может быть полной, либо краткой, как правило, первичной и повторной. Как правило, первичная ссылка, она полная. Первый раз, когда мы ссылаемся на какой-то источник, мы даем максимум информации в ссылку об этом источнике. А вот когда мы дальше по тексту на него же ссылаемся, мы можем сократить до заголовок, заглавия, троеточия. Да, вот все вот это вот заменить с тремя точками, отделенными до и после пробелом, и указание конкретной страницы или погенация страниц, откуда мы взяли это заимствование. Вот повторные ссылки допускают сокращать до совсем минимума. Но в первичной ссылке, когда мы первый раз с этим сталкиваемся, с этим источником, мы приводим максимум данных, чтобы его можно было идентифицировать. И совсем максимум данных приводим в списки литературы. Вот поэтому сначала лучше сделать библиографическое описание, а из него сделать первичную ссылку, а уже из нее сделать повторную. И потом вы просто вот это вот берете, да, из таблички так, нужные ссылочки поставили, и вы уже не думаете, что там писать в повторной ссылке, как там писать, а у вас уже заготовлен шаблон. Да, вот у меня студенты делают таким шаблоном. Говорят, очень удобно, только вот страничку цветным маркером выделяем, чтобы не забыть поставить нужную страницу, там желтым или красным, да, и сразу в глаза бросается. А в итоговом варианте мы эти цветные красоты убираем. По количеству объектов. Ссылка может быть одинарная, только на один источник, а может быть комплексная ссылка. Вот то, что я вам говорила. Введение, когда мы даем обзор литературы, когда мы рассматриваем степень научной разработанности темы, да, там мы можем... Много кто писал по этому вопросу вот в данном конкретном аспекте, да, и вот мы их перечислять в тексте же не будем, хотя можем сделать, да, хотя бы фамилии. Но на них мы можем дать комплексную ссылку. И иначе у нас получится на одну страницу ссылок больше, чем текста нашей работы. Это не совсем правильно. Не по отдельности давать, а давать комплексную ссылку. Мы же их всех вместе упомянули. Вот вместе их и на них и сошлемся. А вот в списке источников уже все из этой комплексной ссылки мы уже отдельными пунктами прописываем и отдельно даем на них патиографические описания. Так, коллеги, огонечек зажгите у всех, хорошо ли со связью у народа, потому что у меня-то вроде все нормально идет. Ага, хорошо. Ольга, немножко потерпим, в записи все будет хорошо. Идем дальше. Вот это основное... Основное звук... Звук вроде тоже есть. Звук вроде идет, вижу, индикатор дергается у меня. Вот это вот основное по библиографическим ссылкам. То есть какие они бывают. Вот это важно знать в зависимости от того, что написано в нашей методичке. Мы будем выбирать подстрочная или затекстовая, это первичная, или повторная ссылка. Подумать, можно ли здесь делать комплексную или обязательно нужно каждого упоминать. И эти... Вот эта вот краткая классификация, она используется как при оформлении затекстовых ссылок, так и при оформлении подстрочных. Но сначала для затекстовых. И вот тот самый нюанс, о котором я вам говорила. И был у нас вопрос, а затекстовые выносятся за текст? Естественно, выносятся за текст. Затекстовая ссылка состоит вообще из двух частей. Она как бы, как снеговичок, из двух комочков. В тексте мы даем отсылку вот так. Либо сокращенный вариант. Иногда еще, особенно в статьях, говорят, ой, ой, нет, нет, не надо, страница не надо, сделайте вот так. Только номер источника и все. Страница не указывает. Коллеги, ну, это не совсем, может быть, правильно. Ну, если есть силы, время, желание, возможности повыяснять этот вопрос создательством, можно повыяснять этот вопрос создательством. Вообще, если мы говорим об упоминании в тексте и ссылка на источник вообще, то можно обойтись вот этим вот вариантом, первым вариантом. Вот этим вот вариантом. Но если мы даем ссылку на конкретную цитату, прямое цитирование, то тогда нужно обязательно указать, а с какой страницы мы это взяли. Здесь тоже все две страницы, и где мы эту цитату будем искать. Это вот особенно важно для научных руководителей. Поэтому вообще-то по правилам вот отсылку лучше делать вот так, с указанием страницы. Вот так просто номера источника в списке мы можем указывать только в том случае, если мы говорим, что более подробно эта концепция рассмотрена в работе Выгодского такой-то. То есть по всей работе эта концепция рассматривается. Тогда, да, мы полностью ссылаемся на этот источник. Вот прочитаете там 162, 300, 500 страниц, ты будешь иметь представление о концепции, так же, как имел представление о ней я, когда писал свой курсовой проект. При цитатах лучше указывать страницы. Но вот в издательствах иногда говорят, нет, страницу уберите, оставьте только источник. Коллеги, если пишете статьи, и у вас идет прямое цитирование, сделайте два варианта, не поленитесь. Сделайте вот так со страницей, то есть откуда мы это брали. Скажут убрать, окей, мы это убираем. Скопируйте файл. Да, и в этом скопированном файле сделайте так, как просят они. А вот этот вариант оставьте. Потому что будете вы подавать статью, например, здесь что-то не пройдет, в другое издание, они скажут, ой, нет, а страницу укажите, откуда вы взяли эту цитату. И опять все заново переделывать, а у вас уже есть готовый вариант. Вот, да, Ольга, совершенно верно. Если есть список литературы, может ли он заменить за текстовые ссылки? Вот та самая история, о которой я вам говорила. По правилам делается так. Отсылка в тексте и выноска по ГОСТу 2008 за текстом. Вот они связаны номером. Да, вот он номер отсылки. И вот мы на него ссылаемся в тексте. Вот они связаны по номеру. Но у нас, помимо этого, это одна история. Вот это и есть за текстовая ссылка. Но у нас есть еще список источников. И вот здесь мы то же самое должны оформить уже по ГОСТу 2018. Библиографическая запись и описание. Уже, наверное, сравнили, да? Равно или не равно. Чем отличаются? Здесь мы пишем так. Чтобы избежать этой беды, иногда, особенно для студенческих работ, для тех же ВКР, дипломных проектов, курсовых, делают такую вещь. Отсылку в тексте и список источников по ГОСТу 2018. Вариант допустимый. Пункт 4.13. В ГОСТе 2008. К нему есть примечание, где написано, что допускается делать отсылку к списку источников. Но в этом случае важно понимать... То есть мы вот эту вот часть можем избежать. Мы можем сделать сразу вот так. И чаще всего так и делают. Но здесь важно понимать, из чего мы исходим и что мы получаем. Мы получаем не за текстовую ссылку, мы получаем отсылку к списку источников. То есть мы не можем сказать, что у нас оформлена за текстовая ссылка. За текстовую ссылку у нас не оформлена. Вот этой части у нас нет. У нас оформлена отсылка к списку источников. Но по этому примечанию это в текстах делать допускается. Чаще всего этим и пользуются. И вот тот генератор, который мы с вами смотрели, ГОС-2018, они скорее всего исходили из этого приложения к пункту. Вот таким образом. То есть важно понимать, что в этом случае, если мы указываем отсылку за текстовые ссылки списком и потом отдельно даем список источников, это две разные сущности. А в этом случае у нас за текстовые ссылки не получится. У нас получается отсылка к списку источников. Вот и все. Но указываем мы ее ровно так же, что в первом, что во втором случае. Просто здесь важно понять, что это две разные вещи. Но и то, и другое пользоваться можно. Пункт я вам подсказала, примечание к пункту 4.13, и примечание прямо в гости, там это указано. То есть вы всегда можете сказать, на основании чего вы это сделали, а вот на основании этого примечания. Если оформляем... Да, а если совсем все по правилам, Ольга, то вот, я думаю, ответила на ваш вопрос, да, то вот таким образом. Но иногда вот эту часть как бы с одним бы гостом справится. И вот тогда генератор, тот, который мы смотрели, почему-то называются библиографические ссылки, хотя, вот, наверное, они исходили из этого. Но это не ссылка, это все равно библиографическая записи и описание, ГОС-2018, а в тексте к нему просто дается отсылка. Список литературы, ссылки на него. Да, Евгения, вот этот второй способ. Или текст, глава работы, тогда после главы можно давать затекстовые ссылки. В зависимости, опять же, от методических рекомендаций. Мы можем делать ссылки на всю работу, как написано в методичке. Если написано, например, по главам они могут быть, тогда в каждой главе мы будем их оформлять по-разному. Это может быть не сплошная нумерация. И они будут связаны уже по главам можно делать, по разделам работы можно делать. Но, опять же, как написано в вашей методичке. Если в вашей методичке вот этот второй путь написан, тогда мы делаем только им. Либо один общий список ко всей работе, для ссылок. Чаще всего, чтобы не заморачиваться, делают вот такой простой способ. Но важно понимать, что в этом случае мы немножко уже о другом говорим. И про затекстовые. Евгения, абсолютно с вами согласна. Готовить толковые методички обязательно должны быть. Хотя бы самые простые с тем, чтобы, ну, понимать, чего, куда давать и как этим пользоваться. И по структуре затекстовые ссылки. Мы уже посмотрели, что здесь такая вот выноска существует. Да, сама ссылка пишется за текстом. И вот в тексте мы ставим либо вот так, либо указываем вот так. В конце предложения есть вариант, допускается, ставить, например, и в середине предложения ссылку, если это необходимо к какому-то конкретному слову, да, или там фразе. Обычно ставится после, в конце предложения, в конце ссылки и до точки, и потом ставится точка. И вот мы ссылаемся на этот источник. И вот так мы его приводим в конце, в списке наших выносок. Если мы делаем ссылку на составную часть ресурса, здесь обратите внимание, мы, например, в тексте приводим какую-то цитату, указываем, что это шестой номер в списке, через запятую с пробилом мы пишем с маленькой s, и здесь обратите внимание, везде пишется маленькая s, но потому что перед ней стоит запятая, да, номер страницы. Это откуда взята эта цитата. Но в самой затекстовой ссылке или в списке источников, к которому мы будем отсылаться, да, мы ставим s большое и даем погенацию, где в источнике находится вся эта статья. То есть здесь указываем конкретную статью, а здесь указываем уже погенацию. Людмила, да, спасибо. Беру и студенческие работы, авторская, авторская, как там говорят, пунктуация соблюдена, да, вот как указано, так и приводим. Поправим, поправим. По, да, ну и вот тот самый пример, что я вам говорила, можно предложенные схеме, да, прямо здесь поправлю, не удержусь. Предложенные схеме, вот, на этой странице предложены это схемы, и мы не дожидаясь, а дальше мы рассказываем что-то про эту схему или спорим с автором, или наоборот с ним соглашаемся, да. Дальше пошел авторский текст, и вот мы указываем, на какой схеме это можно посмотреть в этом источнике, если мы, например, не даем эту схему саму в тексте, а просто на нее ссылаемся. И вот если мы делаем второй вариант с отекстовыми ссылками, отсылка в тексте к списку источников, то у нас не будет выноски, у нас не будет вот этого варианта, у нас будет вот такой вариант. И вот здесь мы уже пишем, да, библиографическое описание даем на источник уже по ГОСТу 2018, а вот тогда уже можно сунуть нос в тот генератор, о котором мы с вами говорили. Но опять же, у нас идет третье издание, переработанное, дополненное, переработанное, недоделанное и так далее. Все вот это вот, как сократить и как написать, надо посмотреть в самом ГОСТе, потому что этого в образцах и в пояснениях к генератору нет. А это тоже важная вещь, мы это тоже должны указывать, да, вот эти слова. Не просто третье издание, а какой. Ну и СБН и все прочее мы тоже сюда должны дописывать, потому что там их нет, а они должны быть. Вот такая история за текстами. Ну и комплексная ссылка за текстовую тоже можно делать, но в части отсылок. Вот здесь вот комплексная ссылка будет у нас выглядеть вот так. Некоторые авторы придерживаются той же точки зрения. Какие авторы, в каких работах. Вот мы здесь указали, перечисление идет источников через точку запятой, отделяем пробелами, потому что библиографический знак предписан пунктуации. В отсылке мы это приводим вот таким вот образом. Вот это вот будет комплексная ссылка по формату за текстовых. А в самой выноске или в списке источников, вы видите, мы их указываем уже по отдельности. Мы их уже не объединяем, мы их указываем по отдельности. И либо по ГОСТу 2008, как оформлено здесь, для выноске, либо по ГОСТу 2018, если у нас идет отсылка к списку источников. Там уже будет с точками тире и прочими радостями жизни. Комплексная ссылка при ненумерованном списке. Вот здесь у нас список затекстовых ссылок и список источников. Если к нему отсылаемся, он нумерованный, поэтому мы ссылаемся просто на номера. Но бывают варианты, когда мы сталкиваемся, но чаще всего в статьях может быть, например, список ненумерованный. Там размещение идет либо по первому появлению в тексте, вообще два варианта чаще всего используются, либо по алфавиту. Иногда выстраивают его по алфавиту. Вот в этом случае, как отослаться нам к выноске, если номера нет. В этом случае записывается, дается краткая запись. Заголовок, год издания, страница. Если у нас указан том, то указываем том. Там книга, том и так далее. И если с какой страницы мы это брали, то указываем страницу. Если нет страниц, то нет. И вот в затекстовых комплексное, кстати, реже всего используется ненумерованный список, где приводится заголовок, заглавие, по этому сокращенному год издания. Чаще всего нет. Чаще всего нумерованный список, поэтому первый вариант, с ним чаще всего и сталкиваемся. А вот с подсрочными ссылками у нас гораздо больше нюансов возникает. Но вот те же комплексные ссылки мы можем делать и подсрочными. Как они будут выглядеть в этом случае? В этом случае, например, если мы ссылаемся на произведения одного и того же автора, вот их перечисляем, и делаем подстрочную ссылку, которая оформляется сноской внизу страницы. Тогда мы можем один раз указать автора, поставить двоеточие, и дальше, отделяя номер скобкой, пишем 1, и заглавие даем, место издания, издательство, год, количество страниц или страницу, откуда мы это взяли. Но чаще всего количество страниц указываем, есть ли это в обведении, мы даем обзор на, тогда вот на какую работу мы ссылаемся. Ставить с точкой запятой, отделяемое пробелами, то есть все, первый источник закончился, дальше пойдет то же самое, но про другую книгу. Поэтому отделяется, разные группы отделяются, сведения отделяются точкой запятой. Ставим цифру 2, отделяем скобочкой, я их выделила вам цветом, просто для наглядности, так мы все одним, естественно, шерифтом пишем. И дальше то же самое. Третий источник, то же самое. И вот у нас вообще здесь на статью идет. Но только в том случае, если у нас один и тот же автор. Либо вот эти цифры мы можем заменить словами его же, его же, его же. Но чтобы 45 раз написать его же, его же, его же, можно пронумеровать. А вот в списке источников, там, где будем давать библиографическое описание или запись, уже мы будем писать на каждую книгу отдельную запись. Там мы уже комплексно не сделаем. Ну и список источников у вас получится побольше. Опять же, выгода, выгода. Еще один вариант. Есть ли у нас комплексное на произведения разных авторов? Придерживаются ТТТ. Здесь мы уже можем не писать миллион ссылок. И вообще, как сделать? Вот как в этом случае, если у нас в тексте написано вот так, дать ссылку на трех-четырех авторов. В этом случае мы делаем тоже комплексную ссылку. И вот те же самые данные, только у нас добавляется еще заголовок, мы пишем автора. авторов, они же у нас все разные, вот мы их всех разных и написали. Заголовок, заглавие, место издания, издательство, год, страницы. Либо для составной части ресурса название статьи за двумя косыми черточками, сведения об идентифицирующем ресурсе, название журнала, заглавие. Здесь тоже обратите внимание, мы нигде кавычки не пишем. Да, вот тоже работая с генераторами, обращайте на это, пожалуйста, внимание. Но в сведениях об ответственности, если у нас речь идет о сборнике, например, материала в какой-то конференции, название конференции пишется в кавычках, вот в сведениях об ответственности, международная конференция и ее название, вот здесь мы кавычки можем ставить. Год, номер, издание, страница. Все, вот так мы можем сделать комплексные ссылки, несколько вариантов для подстрочных. Ну и подстрочная ссылка по структуре. Здесь применяется правило заголовка, которое изложено в ГОСТе. ГОСТ заголовок, так и есть, библиографический заголовок, отдельный ГОСТ, где прописаны все нюансы. И заголовок, это у нас не только автор, на фамилии, имя, отчество, заголовка, может быть и название типа документа, и географическое название, и организация, там вообще четыре наиболее часто встречаемых типы заголовка, и это все будет заголовком. Но чаще всего мы имеем дело с авторскими заголовками. Вот смотрите, в ГОСТе по библиографическому заголовку до трех авторов включительно, они записываются в заголовок. По ГОСТу 2018 в заголовок у нас уходит только один автор, остальные за косую черту. И вот здесь тоже, когда вы занимаетесь оформлением, не делайте одновременно описание и ссылки, особенно когда по тексту и вот это вот все сразу надо сделать, чтобы не запутаться. Что я делаю? Ага, я делаю ссылку, значит, трех авторов всех я заголовок указываю. Что я делаю? Стоп, это список источников. Ага, список источников, библиографическое описание, значит, я укажу одного автора, а вот эти двое уйдут у меня вот сюда, в сведения об ответственности за косую черту. То есть всегда останавливайтесь, не бойтесь остановиться, сделать отсечку, что я сейчас делаю. Потому что в ссылках вот такое правило есть. Если мы даем ссылку на книгу четырех и более авторов, мы делаем описание под заголове, а в сведения, относящиеся к заглавию, используя и ДРЭ. Либо сейчас по новым правилам библиографического описания и записи у нас три автора, и потом, если их больше, четырех авторов мы указываем, а если их пять и больше, то мы указываем первых трех, и ДРЭ пишем. Поэтому тоже в методичках обращайте внимание, на какое правило вы возьмете, одного автора или все-таки по ГОСТу 2018. Потому что ГОСТ 2008 в этих вещах оформление отдельных областей элементов очень тесно связан с ГОСТом 2018. Как мы это укажем? И вот различия. Как у нас будет выглядеть сноски к тексту и как у нас будет выглядеть списки источников. Вот оно, библиографическое описание, вот она наша ссылка. Минимум данных, заголовок, два автора, вот мы их указали, заглавие, сведения об издании, везде точка-заменено на точку, место издания и издательства, год, страница. А вот так будет выглядеть списки источников. Автор первый, потому что у нас их два, заглавие, два автора, сведения об ответственности, сведения об издании, место, издательство, год, страницы и СБМ. Текст непосредственный мы сюда не дописываем, потому что это основной массив информации, источник у нас печатный, и основной массив информации в нашем списке источников, он печатный. Поэтому мы его не дописываем. Но если их будет меньшинство, тогда мы напишем еще текст, давайте очень непосредственный. Вот такая вот история. Города не сокращаем, все города сейчас пишем полностью. Поэтому вот тоже внимательно смотрите по ГОСТу. Лучше все писать полностью, потому что от ГОСТа 2008 обращайте внимание, когда вы к нему обращаетесь и смотрите, там еще написано по старым, где-то сокращается, Москва, Санкт-Петербург. Но есть ли к этому пункту отсылка на ГОСТ, тогда еще 2003, ГОСТ библиографической записи и описания. Для представителей стран ближнего зарубежья ничего не поменялось. А вот для нас может поменяться, когда мы в ссылках уже пишем полностью. Потому что если идет отсылка на ГОСТ, на ГОСТ библиографической записи и описания, она у нас, этот ГОСТ 2003, понятно, потому что ссылка 2008, 2018, тогда еще не было. Но он уже на территории Российской Федерации не действует. У нас действует уже 2018, а там прописано, что пишется полностью. Поэтому да, в описании вы все равно в списке источников будете писать полностью. Надо ли вам вводить дополнительные требования по сокращениям? Ну, подумайте сами, особенно кто пишет методички. Нужно ли мучить вот таким образом? А вот теперь вот эти города сокращаем, а вот эти не сокращаем, это только в ссылках. Но в описании пишем все полностью. Либо этого не делайте, сразу перейти на полное описание. Три буквы, вся любовь, так уж это и страшно, наверное. Указание страниц. Как можно указывать страницы? В зависимости от контекста. Мы можем указать весь объем. В книге 536 страниц. Если мы ссылаемся, опять же, на этот учебник. В этом учебнике рассмотрены вопросы какие-то. Или в своей книге обращался к вопросам изложенной концепции или еще что-то. Мы ссылаемся на весь источник целиком. Тогда мы можем дать вот так. Если мы приводим цитату, закавыченную, либо ссылаемся на какой-то перечень, схему, которая находится на конкретной странице, тогда мы ссылку даем вот так. Мы указываем конкретную страницу в этом учебнике или в этом монографии. Если мы ссылаемся на промежуток, несколько страниц, тогда мы указываем пагинации. Так же, как мы делаем для статей. Но, опять же, смотрите, цитата у вас не может находиться на двух-трех страницах. Ничего себе цитатку вы взяли. Какой объем работы? Вы чужой позаимствовали. Тоже следите за количеством заимствований по объему. Но может быть так, что цитата разбита. Начало предложения на одной странице, продолжение на второй. Вот поэтому, коллеги, здесь может быть такой случай. Тогда мы указываем вот так. Началось на одной, закончилось на другой. В РФ, да, в РФ, нет. В РФ, да, в РФ, нет, Людмила. Это к вопросу с сокращением. Москва, ГОСТ 2018, Евгения, да. И в ГОСТе по ссылкам, обращайте еще внимание, если идет отсылка на ГОСТ библиографической записи и описания, а такое часто встречается, оформляется по общим правилам и требованиям ГОСТа. И отсылка, смотрите, на какой ГОСТ. Если на 2003, смело открывайте 2018. 2003 на территории РФ. Он уже не действует, он выведен из статуса действующего. У нас действующий 2018. Значит, нам то же самое надо посмотреть уже в новом ГОСТе. И повторная ссылка. То, что мы с вами говорили. Первичный мы приводим максимум данных. Совсем максимум в списке источников будет. А вот когда мы дальше с этой ссылкой встречаемся с тем же самым источником, мы можем делать вот так. Заголовок, в данном случае авторы. Заглавие. Три точки. Все остальное мы опустили. Но это то же самое. И указываем большой S, страницу или страницы. Один из этих трех вариантов. Мы ссылаемся на этот источник. В зависимости от контекста. Вот так делаются повторные ссылки. Можно даже для каждой полной ссылки сделать вот такой шаблончик повторных ссылок. А потом их просто по тексту расставляете. И только не забывайте нужные страницы ставить. А так у вас уже каждый раз не надо это набирать. Вполне удобно. Можно автоматизировать этот процесс. Подстройка на то, о чем мы говорили. Том из многотомника. Подстроечная первичная на отдельный том из многотомника. Как ее сделать? Вот у нас есть том второй, аж даже книга третья. Это мы все указываем. У нас есть книга в двух томах. И вот том второй, книга третья. У нее есть свое название. Вот это общее заглавие многотомника. Вот это частное заглавие многотомника. И вот мы указываем в описании один из вариантов. На многотомнике можно делать по-разному разные варианты. Под общим заглавием, под частным заглавием. Если у нас есть серия. Там разную структуру у них будет. Ну вот мы выбрали самый простой вариант. Мы сказали, что это книга третья. Том второй. Из многотомного собрания. Сочинений, которое называется вот так. А наша книга, на которой мы ссылаемся, еще называется вот так. А в подстрочные ссылки делается проще. Ссылки проще, чем описание. Поэтому лучше начинать с описания, а потом сокращать до ссылки. Заглавие. Москва. Издательство. Год. Вот сюда вставляется какой это том или книга. Если есть название, мы его вставляем. Если названия нет, ну вот у нас сразу пойдет точка здесь после книга 3 и 162 страницы. Потому что иногда есть название, иногда нет. Своих частных. Вот что у нас уходит в подстрочную ссылку. Но номер тома, книги, выпуска. Это обязательно нужно указывать. Ну и вот примерно схемку я вам здесь тоже привожу. Вот мы указали, что куда уходит, что чем называется. Вот вам краткий вариант такой ссылки первичной. Ну и мы можем делать повторную сокращенную ссылку. Здесь мы указываем только заглавие, номер тома, книга, обозначение и номер страницы, откуда мы взяли. То есть здесь мы можем вот это вот частное заглавие, например, опустить. Нам важно только указать номер. Там же тоже те же очень часто используются в качестве повторной ссылки совсем-совсем сокращение. В каких случаях это можно делать? Это можно делать, но только в том случае, если мы имеем дело с последующей повторной ссылкой. Что значит последующие? Они идут подряд. Вот как в нашем примере. Сноска 2. Кравченко. И из этого же, здесь же мы цитируем, из этого же источника, но с другой страницы, чтобы опять вот это не писать. Иногда пишут там же страница 68. Но только для повторной, последовательной ссылки, если они идут друг за другом. А потом у нас идет ссылка, сноска с номером 4. Опять мы ссылаемся на Кравченко, но на другую страницу. Мы опять можем написать там же страница. Но если у нас эта ссылка повторная появляется, например, под номером 22, то есть мы написали-написали текст, и потом бац, мы опять Кравченко цитируем. Вот тогда мы уже там же написать не можем, потому что мы будем апеллировать к предыдущей ссылке, а это совсем другой автор. Поэтому пишем, тоже можно сократить вот это заглавие, там место, год издания. Можно писать вот так. Кравченко АИ, указанное сочинение, вот здесь уже сокращать нужно, и какая страница. То есть указанное сочинение, это вот то, которое у нас было уже, первая ссылка всегда идет полная. Вот мы ее дали, вот мы. Либо цитируемое сочинение, цит-сочь, страница такая-то, либо так, либо так. Но если уж один способ выбрали, то по всему тексту, по всей работе мы везде сокращаем указ-сочь, указ-сочь. Или цит-сочь, цит-сочь. Только, пожалуйста, не так, что в одном случае так, в другом этак, в третьем вообще взяли еще как-то написали. Вот это для непоследовательных ссылок, а вот это там же только для последовательной ссылки, когда они идут друг за другом. Если вклинивается хотя бы еще один другой автор, тогда уже. Либо, если у нас Кравченко АИ, несколько книг-источников мы используем, разные заглавия, то здесь мы уже вот эту ссылку вряд ли сможем вот так указать. Какое сочинение? А их пять, этих сочинений Кравченко. Тогда пишем заглавие, чтобы нам можно было идентифицировать, куда мы отсылаемся. То же самое для электронных ресурсов. Вот смотрите, в описании, вот здесь мы оставили точку тире, хотя что у нас здесь должно было быть? Должна была быть точка. Тире у нас здесь. Что? Не должно было быть. Везде у нас стоят точки. Либо везде ставим точку тире, если так прописано в методичке. И вот обратите внимание, текст электронный мы сюда пишем, так как электронных источников у нас в списке источников меньшинство, поэтому везде, где мы сталкиваемся с электронным ресурсом, мы записываем. Только мы теперь уже пишем не электронный ресурс в квадратных скобочках после заглавия, а мы пишем текст электронный и ставим его перед двумя косыми чертами, которые отделяют информацию о статье, заголовок. Мы помним, что в заголовок, в ссылке мы пишем трех авторов. Заглавие, вид содержания и средства доступа. И вот за двумя косыми чертами пошли сведения, относящиеся к изданию, идентифицирующие ресурсы. Где это находится? Это находится в журнале электронной библиотеки, 2003 год, том 6, выпуск 1. И дальше мы пишем URL, адрес из адресной строки, копируем сюда вставляем. И обязательно дата обращения, когда мы обращались к этой статье. В повторной ссылке, если у нас идет повторная последовательная, мы можем также указать указанное сочинение, но здесь, смотрите, здесь может не быть страниц. Здесь страниц может не быть в электронных журналах. Хорошо, если там PDF-файлы, и мы можем найти номера страниц, тогда мы и сюда номера страниц допишем, и сюда мы укажем там страниц такая-то. Если ее нет, тогда давайте ссылку URL. URL, чтобы можно было найти, иначе какое указанное сочинение. То же самое здесь. Если последовательно правило остается то же самое для повторной, там же мы можем вот так сократить, если страницы есть, вот они у нас указаны. И вот здесь мы уже можем не указывать URL, потому что мы его в полной ссылке уже указали. Вот здесь в первичной. Вот оно у нас уже есть. Вот здесь мы можем просто указывать, что указанное сочинение или цитируемое сочинение, и просто приводим, с какой страницы мы это взяли. Вот здесь мы можем уже опустить, потому что здесь мы уже привели. Но в последовательное то же самое. То есть очень похоже на обычный печатный ресурс. На составную часть ресурса. Также мы можем опускать часть сведений, в частности, о идентифицирующем ресурсе в повторной ссылке, указывая только страницу, откуда мы это взяли. Но есть еще элемент по сокращениям. Например, в зависимости от того, как мы упоминаем источник в тексте, будет зависеть то, что мы будем писать в ссылку. Если мы написали в тексте, например, в своей статье Кравченко, какая статья, где опубликована, ничего не понятно. Значит, ссылку первичную мы даем полную. Откуда это взято, где и есть электронный ресурс, мы еще дописываем URL и дату обращения. Вот сведения о статье, сведения об идентифицирующем ресурсе. Но если мы написали в тексте другой вариант, в своей статье привели название статьи, автора указали, только не сказали, где она была опубликована, а дальше мы пошли по тексту статьи разбирать, то вот здесь мы можем ссылки указать, вот эти данные уже не указывать, и даже в первичной ссылке мы можем указать только источник. Социология 2008, номер 3, страницы такие-то. Вот где расположена эта статья, потому что информацию о ней мы в своем тексте уже указали. То же самое с адресом URL. Можно ли в подсрочной ссылке давать просто адрес URL? Можно в том случае, если в самом тексте мы все остальные сведения с вами рассмотрели и указали. И вот тогда мы здесь можем в ссылке просто поставить адрес URL. Потому что здесь вот мы полностью все расписали. Но вряд ли мы так будем писать в тексте. Ну, хотя да, хотя может быть. Адрес, ссылка, например, на какую-то страницу веб-сайта. Между страницами в пагинации тире или дефис. По правилам ставится тире, но иногда для работы в электронных всяких редакторах и прочих, и особенно когда готовишь презентации, вот для слайдов иногда можно ставить дефис, хотя короткое тире. Вообще это не для курсовых, дипломных проектов, для статей это придирка по этому поводу не было. Какой тире. Вот самое главное, что точка тире в библиографическом описании, там дефис не ставим, хотя иногда, да, тоже приходится ставить. Короткое тире, но ставится иногда как дефисом, в общем-то, не критично, прям вот, не катастрофично. И даже из издательства не заворачивали ни разу еще статей, там, где стоял дефис. По повторно-последовательной. На разные публикации из одного сериального ресурса. Тоже есть маленькая хитрость, коллеги. Если у нас несколько статей из одного и того же журнала, и они, мы их цитируем последовательно, да, одну за другой, то вот в первичной, например, ссылке мы можем указать вот так. Мы пишем полностью, да, вот она у нас полная, автор, название статьи, название журнала, там, год, номер и страницы. И потом мы тут же цитируем другую статью другого автора, но из того же самого журнала, тот же самый номер, год, только страницы другие. То в последующей ссылке мы можем указать только вот этого другого автора, название другой статьи, а за двумя косыми черточками мы вместо вот этого всего счастья пишем там же и ставим просто номера страниц или страницу, откуда мы взяли эту цитату. Будет у нас третий автор, мы тоже напишем автор там Семенов, исторический смысл, две косые черты и тоже напишем там же, страница 56. То есть вот таким образом можно тоже сокращать написание ссылок, оформление подстрочных ссылок. Разные публикации из одного журнала, если мы имеем дело с электронным ресурсом, а бывает такое, что мы из одного электронного журнала берем, то здесь первая часть вот у нас примерно все то же самое, но только мы добавляем URL. После страниц мы дописываем URL адрес, у нас здесь будет один адрес и дата обращения, а вот здесь будет другой адрес и дата обращения, тоже может быть другая. Вот это вот обязательно нужно просто указать, потому что адреса у статей будут разные, они будут отличаться, страницы будут разные, а вот эта часть у нас может совпадать. Название журнала, год, номер, вот это мы указываем. И тире, не забываем тоже убирать. На нормативные ресурсы. При повторной ссылке на нормативные ресурсы мы указываем обозначение документа, если речь, например, на примере ГОСТов рассмотрим, вот обозначение документа, номер и дата утверждения, вот они идут, чаще всего это вот, вот это у нас идет часть, да, 2006 год, и страница, откуда мы это взяли. То есть вот этого достаточно. ГОСТ такой-то, но в первой ссылке мы дадим правильно. Заголовок, вот он, вот, кстати, заголовок у нас в этом случае будет, вот это, ГОСТ номер такой-то. Название, вот оно пошло. Место издания, если есть издательство, то издательство, год и количество страниц. Ну и вот в скобочках у нас была серия, поэтому мы и приходим в серию. То же самое на законодательные акты. В первичной ссылке мы приводим, если под заглавием, то под заглавием здесь у нас в данном случае, хотя сейчас законодательным актом к описанию и библиографической записи мы их пишем под заголовком. То есть Российская Федерация, точка, законы, точка, или там федеральная законная точка, вот это будет сложный заголовок, и потом уже пойдет название о конституционном суде. Но иногда остается еще разрешение в методичках описывать законы не под заголовком, а под заглавием. В этом случае у нас будет выглядеть вот так. Откуда взято? Это собрание законодательства. В данном случае мы имеем дело с составной частью ресурсов. И статьи. Вот здесь вместо страниц можно указывать статьи, на которые мы ссылаемся. Особенно если вы электронным ресурсом пользуетесь, и там страницу совсем никак не указать, к законодательным актам можно указывать статьи. Тогда будет сокращение СТ. И в повторной ссылке мы оставляем только заглавие и номер статьи или пункта страницы, если есть. Если в этом сборнике есть конкретные страницы, тогда мы указываем страницы. И если мы этот номер пункта в тексте еще упомянули, тогда мы с чистой совестью количество страниц, заглавие и количество страниц составляем. Ссылка на книгу из ЭБС. Вот еще один электронный момент. Очень часто мы ссылаемся на них. Можно ли повторную ссылку сделать только вот так? Или нам сюда чего-то еще нужно будет добавить? Вопрос к вам. Мы указываем все данные из библиографического описания. И вот в данном случае все, что нужно собрать в ссылку, мы забираем первичную ссылку, мы приводим полную. И здесь, смотрите, вот это у нас заголовок идет. И сведения об ответственности мы здесь тоже приводим. Составитель, у нас нет автора, у нас есть составитель, научный редактор. Да, можем провести вот таким образом. То есть в ссылке мы это тоже можем указать. Можем не указывать, но в описании обязательно нужно указать. Москва, издательство, год, количество страниц, URL. Ну и вот сюда, наверное, в повторную URL тоже хорошо бы добавить. Откуда мы это взяли? И обязательно, коллеги, режим доступа, если есть, указываем. Если есть какие-то ограничения, платные по подписке, только для подписчиков, только для авторизованных пользователей, доступ только для членов ассоциации, только для участников организации и так далее. Если свободные, кто угодно может посмотреть, тогда ничего не пишем. Но если есть ограничения, то мы их обязательно для электронного ресурса должны записать. Да, там платный доступ, столько-то, цена входного билета 300, выход 500. И вот этот режим доступа тоже, коллеги, иногда пишется до URL, иногда вы можете столкнуться с тем, что он пишется после URL, особенно, когда мы имеем дело с книгами. В описании у нас будет идти еще здесь потом номер ISBN, текст электронный, а потом еще у нас режим до текста электронного, режим доступа, а потом уже текст электронный. И возникает вопрос, почему в одних случаях пишется до URL, в других случаях после. Так вот, после, мы вот эти слова, режим доступа, ограничения, после URL пишем только в том случае, если у нас ресурс сетевого распространения. Но если у нас ресурс локального доступа, пишется до URL, вот это режим доступа. Или если у нас сетевого распространения, но это база данных, а электронные библиотеки, они, как правило, рассматриваются себя, как электронная база данных, то в этом случае они тоже пишут до URL. Хотя вроде бы мы заходили онлайн, вроде бы это сетевого распространения, Но так как это база данных, то пишется до URL. То же самое внимательно смотрите, когда вы пользуетесь ресурсами. Что это? Просто сайт с набором статей или они себя позиционируют как полнотекстовая база статей. И если там есть какие-то ограничения, то их мы в этом случае тоже будем писать до URL. Ну а такие вот особенности есть при оформлении электронных ссылок. Более подробно, коллеги, вот здесь можно будет посмотреть. У нас было прям отдельные вебинары по ссылкам на электронные ресурсы. И вот там мы разбирали массу-массу всего. И про посты, и про статьи, и про книги из ЭБС и прочее. Вот здесь в плейлист я вам соберу по этому адресу. Еще дополню, кого интересует по электронным ресурсам, можно подсмотреть там. Там мы это разбирали. Ну и объектом ссылки на электронные ресурсы, что у нас является. Это локальные ресурсы удаленного доступа, как называли раньше или как сейчас называют, сетевого распространения. И ресурс в целом или составная часть электронного ресурса, на это мы тоже даем ссылку. То есть в описании вы дадите описание всей, например, видеолекции, да, как цельного ресурса. Но когда вы ссылаетесь на какой-то конкретный фрагмент в своем тексте, вы уже делаете как на составную часть, на фрагмент этого ресурса. Или у вас идет там сборник докладов выступления, да, сейчас часто в онлайн проводятся мероприятия. Список источников вы можете дать как, так же как по аналогии статья и сборника статей, да, в доклад. Только вместо страниц у вас будет ограничение по времени, где смотреть это вот в этой большой видеозаписи. То есть здесь тоже можно брать аналог печатного ресурса, пока у нас не ввели ГОСТ, а он сейчас будет приниматься, по-моему, пока еще в проекте, по электронной, ссылки на электронные документы. Вот там эти все нюансы уже будут прописаны. Так что думаю, осенью, в новом году мы уже по электронным ресурсам, оформлению ссылок, будем уже жить совсем по новому ГОСТу и думаю, что осенью уже будем разбирать и его. Ну и к статьям, коллеги, ДОИ тоже не забывайте писать. Сейчас статьи в основном идут с номером ДОИ. Он записывается вот здесь, да, после сведения, относящихся к заглавию, или после основного заглавия. Потом мы записываем текст электронный, и потом уже пошли сведения о ресурсе, где эта статья, этот кусочек находится. Вот ДОИ записывается сюда. Ну и отличие, вот вам ГОСТ 2018-2003, соответственно, и для оформления ссылок этот момент мы тоже учитываем. Мы текст электронный записываем вот сюда, когда оформляем библиографическое описание на составную часть ресурса, или оформляем ссылку. Текст электронный мы записываем вот сюда. В старых образцах ссылок, и они опираются на ГОСТ 2003, мы после основного заглавия писали электронный ресурс, только с большой буквы, да. Вот этого вот в квадратных скобках мы теперь уже не пишем. Вот этого у нас уже нет. Мы пишем теперь вот так. Но для стран ближнего зарубежья, которые остались на ГОСТе 2003, в межгосударственном стандарте, вот этот вариант действует. Вот это не надо писать. Все осталось по-прежнему, все осталось по-старому, изменений никаких не произошло. Изменения у нас с вами произошли. Ну вот, коллеги, вкратце мы вспомнили немножко про ссылки. Большое спасибо вам за сегодняшнее участие, всем, кто с нами был, за ваши комментарии, за вопросы, за подмечания и рекомендации обязательно учту и приму. Большое спасибо, коллеги. На самом деле это очень важно. Это библиографические описания и ссылки. Это такая вещь, где требуется совместная работа. Человеческий фактор никто не отменял. Поэтому сторонний взгляд, кстати, тоже очень хорошая вещь. Давайте проверять друг к другу работы. Пусть студенты друг у друга проверяют, потому что замыленность взгляда, да, мы можем что-то упустить. Нам кажется, что мы сделали правильно, а сторонний глаз это может увидеть, что здесь какая-то ошибка. Поэтому здесь очень хорошо вот такое первью, да, совместная проверка вот этих вещей. С коллегами, когда готовите статьи, то же самое. Вы написали, вам кажется, все правильно. Если вы в одно и то же издание, например, с коллегой подаете статьи, поменятесь, проверьте друг у друга. Вот это очень, очень такой трепетный момент. Ничего страшного, ошибаются все, и даже в ГОСТах бывают опечатки. Самое главное – уметь увидеть, помочь другому исправить и сделать все как положено. Ну вот, коллеги, на этой счастливой ночи мы с вами завершаем нашу сегодняшнюю встречу. В следующий раз мы с вами встречаемся 25 мая, и поговорим, по-моему, 25 у нас стоит вебинар, и поговорим о тех изменениях, которые произошли. Вы знаете, что Web of Science сейчас закрывается, да, закрылся уже учетные записи для наших ученых и организаций. Скопус, не знаю, тоже под вопросом, закроется, не закроется. И встает вопрос, где искать статьи, да, а как найти. Мы уже привыкли, ну, те, у кого не было учетной записи, мы, в общем-то, этим способом пользовались, для нас ничего нового не произошло. А вот те, у кого были учетные записи, они привыкли к полнотекстовым радостям жизни, а теперь их отобрали. Что делать? А как найти статьи? А что уже совсем никак? Да нет, можно. И даже те уже скопусовские издания, журналы, индексируемые в Скопус или в Web of Science, мы можем оттуда находить материал для своих публикаций. И вот этот вот путь мы еще раз вспомним с теми, кто его уже знает, и покажем тем, кто этим никогда не пользовался. Вот в следующий раз мы посмотрим вот эти вот разные варианты, как можно находить качественный, хороший материал из рубежных источников. Даже если нам вот радости жизни в Web of Science и Скопус будут закрыты в виде полнотекстовых богатств. У нас есть богатство, у нас есть доступ к этим богатствам, не ко всем, но ко многим. И как это сделать, мы с вами в следующий раз посмотрим. Ну вот, а на сегодня, коллеги, всем хорошего настроения и до следующего.